Гастрономические мастер-классы Популярнейший вид досуга Это не просто возможность совместить полезное с приятным Это творчество в своем высшем проявлении Ведь невозможно готовить, пребывая в плохом настроении Сегодня у нас, конечно, уникальный формат И прекрасный шеф-повар, и замечательная команда И только лучшие продукты Я уверена, что сегодня будет вкусно, сегодня уже весело Солирует в этом ансамбле итальянский шеф-повар Рафаэли Сильвестре Он преподает своим челябинским ученикам мастер-класс по приготовлению пасты Ассистирует ему российский коллега Алексей Шанцевой Господа, тесто на макароны мы будем заводить на двух пистамесах Алексей, извините, не макароны Паста С одной стороны, рецепт этой пасты необычайно прост Вода, яйцо и мука Но только все эти продукты должны быть особенными Да, многие люди готовятся стабильно на традиционной пшеничной муке Потому что не особо вдаются в подробности, не особо вдаются в нюансы этого всего Если вникать, то процентов может быть 10, зная более трех разновидностей муки нашего населения Мука всегда имеет разные свойства Может быть у нее одинаковая влажность, может у нее одинаковая крупность Но из-за того, в каком месте произрастало зерно для этой муки По-разному формируется химический состав этого зерна И в муке разные свойства получаются И это делается из мягкой пшеницы Поэтому мука называется хлебопекарная Она идет именно в первую очередь для изготовления хлеба, хлебобулочных изделий и так далее Такого теста Когда мы говорим о такой муке, мы в первую очередь имеем в виду макароны изделий Ну и конечно же, визуально вы увидите Это крупичатая мука, желтенькая А обычная мука хлебопекарная, она белая, воздушный белый порошочек Мы запустили новую специализированную линейку по муке Куда вошла мука для макаронов изделий Мука для итальянской пиццы И уже всем полюбившейся мука экстра для воздушной выпечки Хочу немного сказать, что прежде чем запустить новый продукт Мы проводим многочисленные лабораторные исследования, качественные анализы Отдаем нашу продукцию на тестирование шеф-поварам И только после того, как мы получим положительные результаты на каждом из этапов Мы принимаем решение о том, что нужно производить данный продукт и выводить его на рынок Кстати, некоторые современные хозяйки не только знают различные виды муки, но и применяют их в своей работе Немножко знакомы с этой кухней, с кухней ресторанов Поэтому знаю, что ее великое множество Это яичное и гречневое, и пшеничное, и рисовое, и кукурузное, и все возможно Итальянская кухня считается самой популярной в мире Но кто не знает пиццу и пасту И, пожалуй, главный секрет приготовления этих простых блюд Как раз и заключается в том, что все эти знакомые продукты должны быть непревзойденного качества Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok